Добрый день! Я Оксана Хлюбородова и это наши ландшафтные почеркушки. Смотрите, поговорим сегодня о прямых дорожках, о тех, которые пересекаются дружка с дружкой под прямыми углами. Чем это хорошо, чем это плохо, ну и какие тут могут быть фокусы. Значит, смотрите, о чем собственно речь. К примеру, вам нужно из дома пройти к бане и вы не придумали ничего лучше, как сделать вот такую дорожку. Что у нас получается? Когда мы вышли из дома, мы понимаем, что нам надо вот сюда. Нас все тельце поворачивает вот туда, ножки сами идут туда. Мы говорим себе, нет, ты цивилизованный человек, да, ты идешь по дороге, которую проложил, а теперь так и тянет туда, вот и голова туда поворачивается. Это свойство организма. Ничего не поделаешь, просто, ну, действительно, наш организм как-то должен ресурс экономить. Да, что же, если мы можем пройти по кратчайшему пути, зачем же мы пойдем вот так? И мы постепенно там начали угол срезать, еще начали угол срезать, еще начали угол срезать. Потому что, действительно, крайне некомфортно заставлять себя идти в одну сторону, когда нам надо в другую. Но приехали зимой на дачу. Все, почистили снег, сугробы лежат со всех сторон. И вы идете в баню. И с удивлением понимаете, что совершенно вам не хочется срезать вот этот угол. Вы спокойно идете, потому что тут у вас сугробы. Пусть через сугроб лезть вам не хочется. И спокойно по чистой ровной дорожке доходите до перекрестка, по чистой ровной дорожке поворачиваете и идете себе куда шли. Потому что у вас не было возможности сократить это расстояние и срезать этот угол. Все, тут уже экономия ресурса какая была у организма. Пройти по чистой дорожке, а не лезть через сугроб. Поэтому вот каждый раз, когда вы идете летом, ну, при том, что здесь газон, допустим, каждый раз, когда вы идете летом, то у вас каждый раз такой напряг и внутренний дискомфорт. Хочется срезать, а нельзя. Ну, то есть можно, конечно, да, никто не запрещает, ну, как бы сам сделал, да, газончик. Вот, если нету такой возможности срезать, то и внутреннего дискомфорта не возникает, вы идете как шли. Поэтому что делать в такой ситуации? Летом создать как бы зимнюю ситуацию. То есть либо живую изгородь высадить, либо просто какие-то посадки, которые будут препятствовать вам вот этому, препятствовать проходу в этом месте. То есть что-то, что заставит вас воспринимать эту дорогу как оптимальный вариант. И все. Значит, не для того, чтобы вы там как-то не протаптывали. Вот это все не про то. Ситуаций может быть много на участке, действительно дорожек много, и это не единственное, наверное, по которой вы будете ходить. Но везде, где вы будете действительно вот испытывать дискомфорт из-за того, что это не оптимальный путь, вот везде лучше посадить растения, чтобы не было даже никакой попытки вашего мозга подкинуть вам идею короткого маршрута. Ну, с другой стороны, чего бы сразу не проложить дорожку? Ну, косую. Ну, во-первых, знаете, не всегда это красиво. Потом, когда у вас на участке много построечек, не построечек, а просто там, ну, где-то водоемчик, где-то огородик, где-то барбекюшничек, где-то чего-то. Вот, понимаете, прокладывать эти прямые дорожки от каждого объекта до каждого объекта, вот это сколько же нам прямых дорожек-то надо. Поэтому делается либо одноплавная, обходная, и вы по ней заходите всюду. Либо действительно делается там какая-то прямая с ответвлениями. Поэтому вот такой ситуации, чтобы мы всюду ходили по кратчайшему вот такому пути, вот такой ситуации скорее всего не будет. Поэтому, ну, здесь такой у нас, конечно, вариант, ну, как бы в чистом виде, да, вот дорожка под прямым углом, но даже если не под прямым углом, даже если это просто круговая дорожка, но не самый короткий путь, возникает та же история. И просто сажаем дополнительные прекрасные растения, которые нам и украсят сад, и позволят при всем нашем душевном комфорте пользоваться не самыми оптимальными дорожками.